Который следует изучить, это нравственность. Хишам ибн Абдель Малик, известный амиядский предводитель, сказал, изучайте нравственность. Привёл Аль-Харави в Заму-ль-Калям. Ибн Аль-Каим сказал, благой нрав является источником благополучия и счастья, а дурной нрав – источником бед и несчастья. Если нрав человека станет благим, то он будет счастливым в обоих мирах. Если же его нрав будет дурным, то его ожидает несчастье как в этом мире, так и в мире вечном. Да убережёт нас Аллах от несчастья. Человек обязан учиться благонравию, то есть таким нравом, повеление украшаться которыми пришло в источниках шариата, и посредством которых Всевышний возвышает степени человека. Если он станет заботиться о своей нравственности, то станет больше обращать внимание на своё взаимоотношение с окружающими его людьми, а также на более важное и великое взаимоотношение. Взаимоотношение с Аллахом и его посланником, салаллаху алейхи вассалям. Благонравие приводит человека к обереганию разума и мышления, так как он обладает благими качествами и избегает запретных вещей, которые приводят к злым последствиям. Поэтому если человек обладает благим нравом, то это позволяет ему уберечь разум, укрепить его и очистить. Это и есть некоторые важные пункты, которые я упомянул вам, и которые требуют должного изучения и рассмотрения. Субтитры создавал DimaTorzok